Сможете меня уделить? Да, слушаю вас. Буквально пару уточняющих вопросов, и я вам озвучу самое интересное предложение. У вас регион регистрации собственника транспортного средства. По паспорту Москва преимущественно используете автомобиль Москва-Московская область. Шкода коробка 2021 года выпуска. 1 на 4 объем двигателя. 150 лошадиных сил, страховая стоимость 1 миллион 830 тысяч. Речь автомобиль не кредитный, до управления допущен самый молодой водитель 42 года, самый маленький, опыт управления 11 лет циферно? Да. Рассматриваете полные кавка, ремонт у официального дилера. Франшиза интересна будет, нет? Ну, ремонт на самом деле где угодно, я не знаю, на сколько это влияет. Не принципиально, если это дешевле будет и позволяет условия, то можно. Можно? Да. Можно поставить у неофициального дилера? Да, но автомобиль новый, если это позволяет условия покупки автомобиля, да? Ну, все-таки при приобретении транспортного средства в основном ставят ремонт до 3 лет практически у официального дилера, потому что могут возникнуть какие-то спорные моменты. Давайте пока поставим у официального дилера. Если будет интересно, уже представитель страховой компании вам сможет озвучить предложение и у официального, и у неофициального дилера. Да, а вы можете мне сделать расчет именно КАСКО, потому что я когда у вас сделал на сайте этот расчет, там было почему-то ноль предложений. Вот можете мне подобрать, может я что-то неправильно вносил? Мне КАСКО интересует цена. Я вам хочу озвучить полис КАСКО. Да, да, да. КАСКО страховых компаний. Франшиза интересна будет вам? Нет, не нужна франшиза. Без франшизы, хорошо. И еще один вопрос, пока программа подбирает информацию. Подскажите, пожалуйста, вы когда примерно планируете приобретение полиса КАСКО? В течение месяца, двух месяцев? Ну, один-два месяца, да. Если будете приобретать сразу два договора КАСКО плюс ОСАГО, то в некоторых страховых компаниях на КАСКО может быть дополнительная скидка до 10%. Спасибо за ожидание. Для вас сформированы предложения от различных страховых компаний. Вот самое интересное предложение. Полный КАСКО ремонт у официального дилера. Интач предлагает 23 тысячи. Ренессанс 29 тысяч. Тинькофф 36 тысяч. Выиска 40 тысяч. Инкустрат 41 тысяч. И дальше там выше тут предложение по стоимости. Самое интересное предложение это у Интач страхования. Василий, вам в ближайшее время специалист Интач страхования перезвонит. Слышит вам на почту. Подождите, смотрите, меня тут важный вопрос. Меня интересует, чтобы это было угон и ущерб. Ущерб на любой, то есть не обязательно, что это там полный ущерб, уничтожение там, да, вот именно в любой ущерб. Сюда входят все механические повреждения, стихийные бедствия, пожары, взрывы, противоправные действия третьих лиц, угон и полная гибель автомобиля. То есть полная КАСКО сюда входят. А почему так в два раза отличается цена у одного 23, другого 41? По Интач направлению у них идет сейчас бонусная программа, у них до 15% идет скидка на предложение. Поэтому стоимость полиса более интересная. Давайте я вас сейчас переведу на специальный... А у них этот... Может быть у них тогда дороже... ОСАГО будет или в чем подвох-то? Нет, ОСАГО... В этой страховой компании как раз действуют акции. Если вы, к примеру, будете приобретать сразу два договора, КАСКО плюс ОСАГО, то на КАСКО может быть еще дополнительная скидка до 10%. Понятно. А уточните, после... Послушайте, пожалуйста. После Интача следующая какая идет? Ренессанс. А сколько у Ренессанса? Страховая компания Ренессанс. 29 тысяч. А, ну вот тут 23, 29 тысяч. Все, я понял. Да, это одна и та же страховая компания. Интач направление и Ренессанс направление, это одна и та же страховая компания Ренессанс. Они как раз вам озвучат самые интересные предложения и подберут для вас варианты. Трубочку не ложите, я вас сейчас переведу на специалиста. Они вам более подробно ответят на ваши вопросы и озвучат уже точную стоимость с учетом вашей истории. Трубочку не ложите, пожалуйста. Да, 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 конечно. Трубочку не ложите, пожалуйста. Трубочку не ложите, пожалуйста. Трубочку не ложите, пожалуйста. Василий Владимирович, здравствуйте. Добрый день, слушаю вас. Меня зовут Петя. Да, здравствуйте еще. Меня зовут Петя Чехла, компания «Зенужная страхование», специалист отдела продаж. Планирую приобретать. Хорошо. А двигатель на силах будет 150 на вашем автомобиле? Да. Ровно доступен, да. Там 149,6 по паспорту. Да, хорошо. То есть, здесь будет такое вот именно у нас. Скажите, пожалуйста, по вашей регистрации у нас попадает с городом Москва. Там же вы проживаете, верно? Да. Хорошо. А за какую цену оценируете покупку автомобиля? Сам автомобиль пока на текущий момент стоит миллион восемьсот тридцать две триста. Хорошо. То есть, в принципе, такую сумму вы будете приобретать? То есть, можно оценить такую сумму? Да. На цене 2 миллиона рублей, как считаете? Давайте в такую оценим. Там, может быть, тысяч на тридцать вырастет, но это с июня, если я задержу еще покупку. Ну, так да, вот такая сейчас текущая цена. Миллион восемьсот тридцать два триста. А, тридцать два триста. Хорошо. Миллион восемьсот тридцать два триста. Хорошо. Скажите, пожалуйста, когда, в принципе, такого числа необходимо будет? Ну, вот, может, на этой неделе, может, на следующей. То есть, там, как бы, нет никаких прям вот срочностей. Кстати, заказывали он в наличии, то есть, уже, да? Он, да, в наличии, просто сейчас там переговоры идут насчет доп. оборудования. Все мне хотят навязать, и я просто отбрыкиваюсь всячески там. Ну, вот как-то так, да. Хорошо. Я вас понял. На доп. оборудование же там у вас страховка-то не распространяется же ведь, да, никогда? Нет, но мы будем, мы можем включить это в оценочную стоимость автомобиля. То есть, доп. оборудование вам не будет выплачиваться, да? Да, я понял. Нет, тогда не нужно, да, не нужно. Нет, не нужно. Да, хорошо. По водителю будет только вы, 42 года, с 11 стаж уважения, верно? Еще будет жена, 42 года, стаж с 2007 года, 8 года. Хорошо, ладно, секундочку. Сколько вы в официальном браке, правильно понимаю, да? С 5 года, с 2005 года. Хорошо. Дети есть за 18 лет? Да, двое детей. Хорошо. А таковых случаев за последние 2 года происходили? Нет. Вашу единство меня не будет? Нет. Я вас понял. Хорошо. То есть, у нас автомобиль будет зарегистрирован на вас, будет использование в личных целях не в такси, правильно? Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, от каких критерий хотели бы выскорковаться в данном виде? По каким критериям, в принципе, для себя выбираете полис? Ну, самое важное, чтобы была полная каска без франшизы. Вот, чтобы при любой царапине можно было обратиться и в натуре получить возмещение. Вот. И плюс ущерб, угон, ущерб, ущерб от нулевого ущерба, да? То есть, рассматриваем сами варианты полного полиса, правильно? Да, да, да. Хорошо. Я думаю, ремонт это будет лучше, чем в сети официальных билетских центрах делать, правильно? Ну, вы оба варианта посчитайте. Какой дешевле, наверное, тот и выберем. Хорошо. Кстати, пока посмотрим с ремонтом в сети официальных билетских центрах. Также, как вы сказали, будем делать без франшизы. Смотрите, по стараться нам говорили. Есть такая опция, как ремонт кузова один раз, в разделах 3% стоимости автомобиля. Вот, оценочные стоимости автомобиля здесь рассмотрели. Без предоставления справок. То есть, допустим, в Сарапино или, допустим, замена какого-либо оборудования, здесь будет предоставление без справок. Ну, это же будет, смотрите, это же будет дороже. Ну, да. Данная опция, то есть, за один раз стоимость. Вот. А мы-то без проблем. У нас опыт с предыдущей машины был, когда там где-то там камешек где-то упал, там лет 10 назад. Мы как бы без проблем. Это ГИБДД. Ну, вызывается полиция там. Ну, это несложно, как бы. И она... Хорошо, да. Возле вашей опции предлагаю. Скажите, пожалуйста, такую опцию, как страхование здоровья у водителей пассажиров в несчастных случаях. Эту опцию мы исключаем, как считаете? Да, исключаем опцию, потому что у нас будет, скорее всего, застрахована жизнь по договору. Там вот, когда мы покупаем автомобиль, там будет страховка уже жизни, здоровья, там все есть. Так что не требуется, да, такая опция. Хорошо. Аварийный комиссар на СПЗ замяли более участниками технической помощи дороги такси и данные опции выбраны? Нет, не требуется. Хорошо. Когда укажем базовую опцию, здесь будет идти эвакуация забили, неограниченное количество раз, плюс замена стеканных километров без предоставления справок один раз в год. Здесь также будет происходить ремонт и остальных видочков центрах и рассматриваемся на поле без франшизы. А другая опция будет страхована на всей территории России, ущерб по всему миру, ущерб будет перестрахование от ДТП, противоправные действия с ДТП, платформенные действия с ДТП, платформенные действия с ДТП и пожароразрыв и демногеноснования. Ну давайте, да, вот посчитаем вариант с минимальной ценой, там вариант, соответственно, официального дилера и с учетом неофициальных, вот, ну, подешевшие, главное, подешевшие, да. Хорошо, я вас понял. А можете еще уточнить, почему-то мне звонят и говорят, у вас там два бренда InTouch и Renaissance, вот мне который дешевый бренд нужен. Смотрите, InTouch, поиск этап группы InTouch страхования, коэффициенты крошета представляются одни и те же. То есть, в принципе, сумма не отвечает. Угу. То есть, я не знаю. Просто мне сейчас до этого женщина звонила и говорила, что 23 в InTouch по какой-то акции и 29 в Renaissance. Ну, рассчитайте, посмотрим. 23 в InTouch, это здесь идет с ограничением пробега и с панелью за минимальную цену. Ага. Если говорить о Renaissance, то мы сейчас рассматриваем с вами, как вы и сказали, это полный коррест. То есть, мы рассматриваем без выключения франшизы и рассматриваем без ограничения пробега. Понятно. А пробег, какое у вас ограничение в год, если подешевле? Здесь ограничение по пробегу до 6000 км в год, до 10 000 км в год и до 12 000 км в год. Ага. Ну, давайте тогда вот сейчас посчитаем базовый вариант, а потом посчитаем до 12. Хорошо. А если рассматриваем с нами без ограничений по количеству пробега, то здесь у нас там есть полис выходит 29 в 642. Ага. Ну, давайте теперь 12 тысяч, да. Если же мы рассматриваем с ограничением пробега до 12 000 км, то здесь у нас там есть полис у нас выходит 26 в 678. А так 29, сколько? 29 нам будет. Ровно. Сейчас подскажу точную сумму 13 000 км. Если мы рассматриваем все официальные действия с ограничениями 29 до 42. Ага. А если с неофициальными? Если с неофициальными, то одну секундочку. Неофициальными 29, 190 км. Ну, то есть 25-25 рублей. Ага. Ага. 500 рублей дешевле, но при этом... Ага. А вот этот официальный, неофициальный потом вы будете выбирать, да? Или я, если... Вам предоставляется список тех технических центров либо же официальных или списка, в зависимости, где мы выберем. И в дальнейшем вы ее ремонтируете, куда вы выберете. Да, я просто думаю, смотрите, ну, понимаете, если там что-нибудь такое, типа, покрасить дверь, это, ну, везде там могут, да, покрасить или бампер там. Да. Понятно, что если там где-нибудь что-то там более серьезное, да, то, конечно, к официальному дилеру, да. Вот поэтому, да, вот 29, 100. А если вот у неофициального дилера, включая, и ограничение пробега в 12 000, сколько это будет? Одну секунду. Так, 12 000 км – это пробег, ограничение будет в год. А здесь у нас с вами выходит сумма 26274. Понятно. 26274. Отлично. Да. Да. Если говорить о официальные дилерские центры или не официальные дилерские центры, в любом из данных случаев вам будет предоставлено ремонт с учетом тех инструкций, то, что будет, у вас устанавливаются запчасти оригинальные и которые не были в использовании. То есть, не будут общаться там будут. Ну, естественно, это понятно. Я хотел уточнить, у вас этот полис можно оплачивать карты, либо только наличными? Да. Тогда можно будет оплатить ее по картике, либо наличными. Так, если у вас слага, посчитаем. Наверное, слага в одной и той же компании будет гораздо выгоднее. Ну, чуть-чуть позже, как бы. Сейчас просто времени нет, у меня уже скоро начался рабочий день. Можете уточнить, разъяснить порядок вот этого предложения, оно сколько действует и где можно это оформить, и процесс оформления? Да. Смотрите, каким образом, в принципе, это возможно, то есть, как управляется у нас от автомобиля. ПСЛ вам давал какие-либо информации по автомобилю, допустим, ВИН-номер автомобиля. Нам автомобиль только понадобится ВИН-номер. Если мы оправляем автобусы, если АСАКО, то здесь ВИН-номер и выписка из экрана соответствующая. Я понял. А так, то есть, ВИН-номер автомобиля имеется? Ну, скоро узнаем, вот завтра, может быть. А там можно будет, там он как бы этот договор оформить с момента, то есть, допустим, сейчас покупаю, а действует он с момента, когда мне автомобиль. Такого нет, да, у вас? Конечно, мы так и сделаем вам. А, так и делаем. То есть, да, дата заключения договора, это будет у вас сравняться с той датой, когда вы будете выезжать от этого салона. То есть, уже будете с учетом действующего пояса выезжать от этого салона. Понятно. А у вас сейчас какая схема? У вас это все онлайн, да, оформляется? Либо у вас там, может быть, представители сидят в салоне? Ну, если мы с вами, если мы здесь с вами учитываем ограничения пробега, то у нас здесь нужно будет выехать с специалистами. Если же без ограничений по пробегу, то можем либо выехать с специалистами, так же, вот, за планом подъезде будет полис, и в дальнейшем либо же можно будет сделать в электронном виде. И, например, ссылку на оплату оплачивать и полис начинается до завтрашнего дня. Понятно, я понял, да. Именно до завтрашнего дня. Все, я понял. То есть, там, ну, выигрыш получается, да, 3000 рублей, я понял. Да. А вот этот ваш специалист, он выезжает бесплатно в автосалон либо платно? Да, конечно. Да. Что? Да. Что, да? Да, бесплатно? Да. Бесплатно. Нет, в любом случае бесплатно. Ага. Но нужно будет как минимум за день предупредить, потому что, чтобы... Я понял. Ставил график выезда и включил вас. Хорошо. А у вас вот это вот предложение какое-то универсальное, либо у него сейчас присвоен какой-то идентификатор, мне нужно его... Это персональное. Это персональное предложение. Это персональное предложение. А можете его сообщить? Номер, как меня идентифицируют, что это вот предложение, как мне его, ну, чтобы его нашли быстро, когда я к вам буду обращаться через несколько дней, там, по номеру, паспорта или что, как у вас там происходит? Мы сможем с вами как-то таким образом поступить. У вас в WhatsApp есть на этом номере телефона? Есть, да. Да. Я на ваш номер телефона WhatsApp напишу сообщение, пишите им перевешенные документы, которые необходимы для тестирования. Так же данный WhatsApp-чат будет являться обратно в связи с этими месяцами. Вы мне можете напрямую написать, чтобы я вам позвонил, либо и на все вопросы ответил, либо есть информация по автомобилям. Да. Понятно. Вот. А еще тогда давайте последний вариант, последний вариант еще посчитаем 10 и 6 без ограничения на страховые, на место ремонта. Давайте посчитаем. Я просто женой еще, чтобы обсудить. Так у нас, давайте еще два вот эти варианта посчитаем. Потому что мы ездим очень мало, я не знаю. А с ограничением? Да. Да. 10 тысяч рублей, если мы будем делать. Нет. 10 тысяч километров в год. Да. 10 тысяч километров по ограничению пробега. А технические центры выбираем либо? Ну, без ограничений. Без ограничений. Без ограничений по пробегу выбираем? Без ограничений, нет. 10 тысяч километров и в любых центрах можно, не обязательно официальных, дилерских. А здесь нужно выбрать именно эти. Либо будет официал, либо технический центр. Технический центр будет. Технический центр. Хорошо. Соответственно, мы ставим ограничение пробега 10 тысяч кивая заход, ремонт и технических центров, то здесь у нас самая стоимость полиса выйдет 24813. Хорошо, 24813, а теперь еще последний вариант 6, просчитаем. Да, если мы с вами взяли на ограничение по протеклу 6000 км, то здесь выходит стоимость полиса 23354. Все, спасибо большое, к сожалению, больше не могу с вами разговаривать, с женой обсудим, присылайте на WhatsApp, и очень интересное у вас предложение, спасибо за звонок. Да, хорошо, а когда примерно можем связаться с данным вопросом? Ой, вы знаете, ну, можете мне так раз в неделю звонить по выходным, вот, узнавать, да, напоминать, ну, вот сейчас, как решим вопрос с дилером, да. Информация на автомобиль, я вам напишу в WhatsApp, если я не необходима информация для согласования данного полиса, и, соответственно, буду ожидать вашу информацию, если что-то есть. Хорошо. Проговорите, я с вами в четверг свяжусь по данным вопросам, хорошо? Хорошо, да, ну, нет, не в четверг, только после, лучше на выходных, либо после 19-ти. Тогда в субботу, хорошо? Да, давайте так. Все, договорились. Ватсап напишу. Угу. Отпишите, пожалуйста, может быть, вопрос, какие-то имеют, в связи с данным вопросом? Ну, может появиться, да, задам или в WhatsApp напишу вам. Все, да, тогда в WhatsApp напишите. Все, хорошо, так правильно понимаю, предложение, что я с вами понравилось, сейчас ожидаем информацию по WhatsApp перевернуть. Ну, оно намного выгоднее тех каких-то конских тарифов, которые предлагают в салоне. Автосалон, я вас понял, да. Все, хорошо, тогда в WhatsApp напишу информацию от вас, вот, в связи с тем, что я с нашим вопросом. Спасибо. Если будет вопрос, то задавайте. Все, хорошего дня, желаю, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok